Место встречи изменить нельзя. Это клуб Прайм на Бодоле. Время – ночь с 28 на 29 мая. Как только пробило полночь, на сцену поднялись мистификационы из Житомира. В тот вечер им повезло, повезло в кавычках, открывать последний концерт этого сезона. Впрочем, на музыке мистиков это никак не отразилось. Их выступление было, как всегда, великолепным. Великолепным был и концертный альбом, который они представили в Киеве в этот день. Вообще, никто не обещал, что вечер будет том. Пойзенбар выдали гремучую и перченую смесь сейкобили и панка, сдобренную зальхватскими соло на клубной гармонике. Эмоции музыкантов, как всегда, во время их выступлений, перехлёстывали через край. Поэтому и ред под музыку Бойзенбар был буйный и весёлый. Впрочем, смотрите сами. Следующими поднялись на сцену Прайма. Музыканты Большого свингового оркестра Александра Ремеза. Их музыка, как машина времени, перенесла слушателей почти на столетие назад, в эпоху свинга. И это было прекрасно. На дворе уже стояла глубокая ночь, что придало атмосфере внутри клуба ещё большей душевности и романтизма. Впрочем, это не помешало Большому свинговому оркестру прокачать зальчик Прайма на 200%. Танцевали, мне кажется, все. Музыканты Бессменный барабанщик Outer Space – тролль. К сожалению, в этот день не смог прийти участие в концерте. Поэтому любимая группа многих украбилов, киевляне Outer Space, отыграли выступление с Назаром, драмером Пойзенбара. Причем отыграли, несмотря на такую неожиданную рокировку, просто на отличную. Кроме авторских вещей, Пейсы, как называют эту группу друзья, порадовали несколькими каверами, которые стали уже традиционными в их сетах. Они исполнили песни Stray Cats, Линка Рея и Джонни Кэша. Уверен, что сам классикам бы понравилось. После отчаянного рэка под олдскульной сайкопили группы Outer Space вполне предсказуемо начались танцы в телеблагословенных 50-х. Это на сцену поднялись руки в брюки. Как заправские волшебники, юные компании снова перенесли слушателей в другую эпоху, когда Элвес был такой молодой, а Октября еще не был даже в проекте. Здорового безумия! И без того безумному действу добавил мистер Готч, который периодически вылазил на сцену поджимовать с музыкантами. Охрана клуба, позорно не знающая героев крабильной сцены в лицо, периодически порывалась тащить Богдана со сцены, что добавляло в действу еще больше. Костя! Несмотря на усталость, все же за порогом клуба уже наступило утро. Молодая киевская сайкоп-группа The Riders отыграла агрессивно и мощно, и в который раз поразило воображение собравшейся своим имиджем брутальных бородачей-лисорубов из какой-нибудь Луизианы, с той лишь разницей, что пели бородачи-лисорубы на украинском, а не на английском, как стоило ожидать. Когда на подольских улицах уже гремели первые трамваи, на сцену поднялась опять же молодая рокобили команда и опять же киевская Lucky Bar, где немногие зрители, которые дожили до их выступления, разочарованы не были. Lucky Bar от концерта к концерту играет все лучше и лучше. Это было достойное завершение сезона. Увидимся в следующем.